Приветики, с вами Космитоманчика. Сегодня я покажу вам свои покупки из косметического магазина. Давайте начнем с первого. Это вот такой бальзам для волос, кератин, протеин и кашемира. Меня очень привлекла вот такая упаковочка, хоть она и невыгодная, и очень маленькая. Это бальзам от Vitex, восстановление и объем. Я хотела найти какой-то бальзам в замену тому, что я вот в такой своей краске использовала бальзам, потому что я почувствовала, что наступила зима, и волосы ну просто очень сильно сухие, кожа, голова тоже тем более. Я просто израсходовала его, и мне теперь просто нечем будет пользоваться, когда я покрашу волосы. А покрасить волосы и ничем не забальзамить, ну просто нельзя. Соответственно, вот это вот у меня новая пачка, вторая. Я крашу волосы раз в три месяца. Последний раз красила раз в два месяца. Это большой прогресс для меня, потому что я выдержала красить их дольше. Черной краской, кстати, нельзя красить часто, потому что это самая опасная краска считается. Так вот, выбрала я такой бальзам, потому что мне очень понравилась баночка, очень понравился вот такой вот салатовый желтоватый цвет. Технология восстановления. В бальзаме всего лишь 300 миллилитров. Не очень выгодная покупка, но, блин, баночка это просто. Также мне нужно было следующее, это два вот таких бальзамчика для губ. Наступила зима, губы просто ужасно сильно сохнут. Выбрала вот такие народные рецепты, одна и вторая. Первая, это вот у нас персиковый бальзам. Регенерирующий и защитный. Он с СПФ. СПФ я вообще наносить не люблю, но, как бы, что поделать. Был такой бальзам на акции. Здесь у нас интенсивный уход и регенерация. Это очень привлекло в названии. Также персик. Больше всего, конечно, хотелось это... Арбузный. Мне показалось, он должен быть очень приятный и нейтральный на запах. Ну, в этом больше обещаний. И еще он более свеженький. На один месяц более свежий, чем тот. Бальзамы большие, по 4,5 грамма. Защита от сухости и шелушения. Глубоко питает, увлажняет, заживляет трещинки. Здесь такого нету. Здесь просто обещается увлажнение в этом бальзаме. И то, что он защитит от простуды на губах каким-то образом. А еще прикол в том, что тут экстракт из косточек арбуза. Прикольно. Тоже обещается увлажнение. Оба будем пробовать. Следующее. Это закупка вот таких вот разных мыл. Это... Так, сейчас скажу. Таких было очень много. Где-то 6, наверное. Это мыло очень бюджетное и хорошее за свои деньги. Здесь просто огромная упаковка. Оно с ромашкой. Сразу пахнет не очень. 140 грамм. Но потом в использовании оно довольно приятное. И очень хорошо пенится. Особенно если использовать в душе с губкой. Это уже очень много раз повторяющаяся покупка. Следующее. Это два вот таких мыльца Лилея. Это витаминное мыло. В принципе, самое такое бюджетненькое. Обычное. Оно маленькое. И не то, чтобы выгодное. 85 грамм. В любом случае, больше, чем обычное. Так как дуру практически из фикс-прайса у меня закончилось вот такое. Еще было приобретено вот такое мыло дуру зелененькое. Раньше я с зеленым чаем дуру не пробовала. Но это мне очень понравилось. Оно так вкусно пенится. Оно очень приятное на запах. Это, наверное, даже лучше, чем дуру, которая у меня была до этого моим любимым. С морскими мотивами какими-то. Короче, голубенькое такое же. Очень вкусное и приятное. И также два вот таких лапс. Я до этого уже покупала от этой фирмы мыло с яблоком несколько раз. Мне очень понравилось. Я решила взять с лимоном. Но на самом деле там не было ни с лимоном. Были только вот эти с лимоном. Ну ладно, они тоже приятно пахнут. Вот пахнут прям порошком таким. Также сегодня я дам вам отзыв на вот такой шампунь. Это роскошный уход. Все масел питательные, без утяжеления. В общем, он мне очень капитально не понравился. Он очень пересушивает кожу головы. Волосы от него, я не знаю, от зимы волосы так испортились просто потому, что... Просто потому, что они обычно зимой хуже, как бы у всех. Или это шампунь такой. Но в любом случае очень сухая кожа головы от него. Мне не нравится. Увлажнения вот этого вот всего заявленного я не ощущаю. Мне он не понравился. Я им на самом деле не пользуюсь сейчас вообще. Изысканные масла. И вообще эту линейку я не рекомендую. Запах приятный. И внутри очень много таких мелких блесток. Красиво, конечно, но они бесполезные. И дальше, что у меня тут. Я покажу вам свое хранение. Здесь у меня есть косметичка. Здесь у меня всякие запасные туши с Алиэкспрессом. И дальше здесь у нас есть прокладки. Обычные, гигиенические. Маленькие. И тут еще прокладки, еще прокладки. И вот мои новенькие тампоны. На зиму, наверное, их использовать не буду. Оставлю на потом. А вот эти Олла, которые я когда-то купила по ошибке, я вообще отлаживаю на самый-самый последний раз. Просто вот смотрите. Видите, вы такую пачку. Что у вас первым бросается в глаза? Пейс-лайн. Ну, какая-то фирма прокладок. И только потом вот это вот непонятное замечаете. И покупайте, на самом деле, паршивую Олу, которую вы, может, и не хотели. Ну, просто там на акции выгодно. Ну, вы их берете. Следующее, то же самое, с Бальзала у меня произошло. Думайте, я думала, что это Витекс. Витекс-фирма, как бы, я... Можно сказать, недолюбливаю. Это... Протеин кашемира. Первое бросается в глаза. Это кератин, протеин и кашемира. Вот это вот восстановление. А Витекс маленькими буквами где-то дописано. Мама. Без минерального масла написано, прикиньте. Сильные волосы. Посмотрим. Смотрите также мои другие ролики. Подписывайтесь на канал. Всем пока.